На этот раз рабочая поездка главы района состоялась в уже бывший военный городок сельского поселения Никольское. Особое внимание Андрей Иванов уделил нескольким социально важным объектам в новом городке. Первым местом пребывания стала амбулатория. На сегодняшний день в здании ведутся ремонтные работы, но выполняет их всего лишь 8 человек. Из-за этого идет серьезное отставание по графику. Пошли на понижение. Смогут ли они сделать работу за два месяца за эти деньги, не понятно. Если бы здесь было 100 человек и работа кипела одна из них, то ничего не происходит. Про эту систему проблемы будем завтра докладывать в обеседу. И сюда еще добавляем вопрос по мебели и по оборудованию. После масштабной реконструкции поселковая амбулатория приобретет статус поликлиники. Здесь появится детское отделение и дневной стационар. Пока планируется ремонт кровли, отделка внутренних помещений и замена коммуникаций. Нам хотелось бы ускорить проведение и темпы проведения ремонтных работ, о чем мы сейчас будем детально уже с подрядчиком проводить разбор, и увеличить количество рабочих на объекте, увеличить и ускорить работы, связанные с наружными работами, благоустройством территории. Библиотека в Новом Городке – еще одно место, которое требует внимания со стороны властей. Ее посещают местные школьники, люди старшего поколения и даже военнослужащие. Находится библиотека в здании Дома офицеров и хранит в себе уникальный архив старых книг. Ну, библиотека у нас открыта с 1938 года и вообще-то существует здесь. И она комплектовалась вот с тех времен. Ну, я вот говорила, что у нас уже есть раритетные издания, вот, еще где-то там 19-го века, начало 20-го. По словам главы библиотеки нашего района, должны отвечать всем современным стандартам и нормам, а также привлекать как можно больше молодежи. Библиотека в Доме офицеров здесь, в Новом Городке, она не соответствует. Там течет крыша, недостаточное количество оборудования, нет вывески. И я предложил вариант создания, так скажем, назовем ее мобильной библиотеки, когда мы сможем в любой точке, где это будет удобно, жителям разместить павильон. По завершении рабочей поездки Андрей Иванов провел встречу с сотрудниками администрации сельского поселения Никольское. Темами для обсуждения стали благоустройство, социальная сфера и исполнение губернаторских программ, реализация которых должна осуществляться под личным контролем руководства поселения. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Взаимодействие определенное.